Есть в приюте рыбки, есть ежики, которые ушли уже в спячку. Приют поделен территориально на зоны. Для чего это сделано? Для того, чтобы старики не мешали молодняку. Молодняк, он такой игривый, а старикам нужен покой. У каждой из этой собачки своя история. История дужежахлыва. Кого не возьми. Например, вот возле вас стоит зайка. Ласковая, добрая девочка. Она была переехана машиной, сбита. И вторая машина ее переехала. У нее были множественные повреждения. Такой хорошая собака. Хорошая собака. Это к нам приехал Джек из Киева. Его семья погибла, к сожалению, вся. Он остался один. Вот Алабай. Был куплен одним из чиновников для охраны своего дома. Но Алабай оказался добрым. И плюс он оказался немножко с проблемными ножками. Если бы тогда просто ему добавили бы витаминки в рацион, было бы все нормально. Вот этот домик мы построили сами, своими руками. Как могли, соорудили его. Сначала его пленочкой обклеили. А потом так получилось, что коты сюда приходили зимой греться. И порвали эту пленку. Мы взяли, положили плитку. Этот домик строился для самого нашего старенького жителя. Для нафталина. Он у нас прожил 22 года. Сейчас находятся эти две собаки-балабаки. Эта собака была на трассе подобрана. Она очень была лысая. Домодекоз или септеркоз непонятно. Ну, лечение в принципе одно. Поэтому мы лечим. Ушки там были больные. А эту собаку просто выбросили из машины на моих глазах. Вот эту выбросили. Мы ее милкой назвали. Она такая ласковая. Она такая хорошая собака. Вот такая классная собака Милка. И они теперь здесь живут. Они живут до тех пор, пока не получат по второй прививке. Этот мальчик излечится, а Милочка получит вторую прививку. И они будут выпущены в стаю. Собаки есть своя будочка. Они знают свои места. Вон Берта. Берта Луча лежит. Она у нас такая негулёна. Мы готовим собачкам кушать. Здесь мы варим. Здесь мы купаем новых собак и больных тех, которые нуждаются в купании. У нас здесь стоит бойлер, горячая вода. Здесь у нас еда для собак. Котята здесь находятся новенькие. Сразу мы не выпускаем, чтобы исключить наличие от кого-то заболевания. Джуни. Она в приюте, но на расстоянии. Не знаю почему, но одна стая порвала. Мы её забрали, пролечили, выпустили во вторую. Вторая, третья. Я сказала, нет, стоп, уже на ней нет живого места. Я уже устала ездить на лечение. Оно всё-таки далеко от клиники. Да? Сидеть. Дай лапу. Дай лапу. Молодец. Вот такие у нас хорошие, добрые, умные, образованные собаки. Собачки все стерилизованы, все привиты, все адаптированы на человека. Вы видите.